Некоторые эксперты считают, что это она больше все-таки. И это, конечно же, заставляет нас постоянно думать о том, как изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Вы знаете о том, что правительство продекларировало необходимость снижения дальнейшей налоговой нагрузки и стабилизации налогового законодательства. Об этом тоже сегодня здесь говорилось. Думаю, что так оно должно и произойти в ближайшее время. Там уже разливают, я понимаю. За это решили отметить. Ну, правильно. Развучало много критики, но все-таки кое-что положительное тоже происходит. Было отмечено, что за последние шесть месяцев налоги по налогу на прибыль уже превышают или превысили где-то по сбору налога по НДС. Все-таки это положительное движение вперед. И это то решение, которое вырабатывалось совместно и бизнес-сообществом, и правительством Российской Федерации. И, разумеется, в этой связи не может не вызывать сожаления, что какие-то сбои произошли в связи с административной реформой в диалоге бизнес-сообщества и правительства по этим вопросам. Эти механизмы, конечно же, должны быть восстановлены. И я вам обещаю, они будут восстановлены обязательно. И прежде всего, конечно, в сфере налогового законодательства и налогообложения. Сфера чрезвычайно сложная. Даже вот здесь, в выступлениях разных наших коллег, звучали отличные друг от друга подходы и разные оценки. Снизили ЕСН плохо, потому что может возникнуть дефицит социальных фондов. Повысили акции за налоговой плохо, потому что деньги уходят неизвестно куда, частично, во всяком случае. Прозвучали, правда, и другие предложения. Снизить ЕСН еще больше, до 15%. Деньги стабилизационного фонда и даже золотовалютные резервы от Центрального банка направить на, видимо, погашение этого дефицита и на развитие экономики, направить их в экономику. Но не уверен, что авторы и защитники таких предложений посчитали, а хватит ли этих ресурсов для того, чтобы покрыть дефициты социальных фондов и сохранить в стране социальную стабильность. Хватит ли этих денег для того, чтобы реально повлиять на развитие российской экономики в целом? И к чему может привести к использованию вот таким образом накопленных ресурсов? Истинно является то, что мы можем с вами тратить столько денег, сколько зарабатываем. А если эти деньги в результате удачной внешнеэкономической конъюнктуры и наличия у нас природных богатств, которыми нас наделил Господь, мы будем использовать вот таким образом, направляя их в экономику, то сегодня мы имеем одни проблемы – нехватку оборотных средств, отсутствие в нужном объеме, как нам кажется, инвестиционных ресурсов. А завтра, если мы с вами допустим хоть малейшую ошибку в этом направлении, нам может это все не понадобиться, потому что инфляция подавит саму российскую экономику. Это решение должно быть очень взвешенное и тонкое. Во всяком случае, над предложениями подобного рода нужно как следует подумать. И нельзя спешить. И, наконец, последнее и приятное. Здесь вот говорили о необходимости ввести почетные звания для предпринимательского сообщества. Можно, конечно, и подумать над этим. Хотя мне представляется, что успех предпринимателя, который не может не выражаться в личном благосостоянии, в доходе, в успехе, это уже само по себе большое событие в жизни любого человека, это самореализация. Но, безусловно, есть люди, которые отличаются не просто особыми успехами, а особыми заслугами перед государством, перед народом, перед страной. Здесь прозвучало, что в этом зале нет людей, которые бы награждали кого-то из предпринимателей. Ну, я не могу за других говорить, но хочу отметить, что, по крайней мере, один человек есть, это я. Делал это регулярно, готов подумать и над предложением о почетных званиях. Но мне всегда доставляло особое удовольствие награждать государственными наградами России предприниматели, предприниматели, которые заслужили, действительно заслужили всей своей деятельностью внимания со стороны нашей страны, со стороны нашего народа. И надеюсь, что мне представится еще не один случай поучаствовать в подобных мероприятиях. Большое вам спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok